Я так понял вы хотите хитрую гайку для хитрого болта вот этого? Десяти заходную, чтобы резьба была сразу в два направления и левая и правая. Сделаем сегодня для вас всегда цветной телевизор. Поехали. Гайка с правой и с левой резьбой по отдельности у нас уже есть. Теперь нужно попробовать реализовать все это на одной гайке. Для этого опять не пожалею желтого металла. Будем точить из латуни. Желтый металл специально для вас был выделен из соседней мастерской Игоря Негоды. У меня в запасах остался только рыжий металл. Игорь, огромное тебе спасибо. Мужской отрезной резец буду отрезать на подаче без разбивки канавки. Выставил 315 оборотов, подача 5 соток на оборот. Музыка. Гуке. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Может залить ее в эпоксидку, проточить, посмотреть что получится. Теперь нужно зацентроваться и просверлить отверстие. Очень классный цанговый патрон. Здесь у меня всегда на готове стоит центровочное сверло. Все, я в баре. А теперь растачиваем мощным расточным резцом. Также перед нарезанием резьбы обязательно нужно снять фаски. Ставлю угол 40 градусов. Теперь переверну и повторю то же самое с этой стороны. Все подготовительные работы сделаны, можно нарезать резьбу. Напомню, шаг 4 миллиметра 10 заходов. 4 умножаем на 10, получается нужно выставить станок на шаг 40 миллиметров. Нарезать буду самодельным резцом. Припаял серебром твердосклавную пластину и заточил на угол 60 градусов. Боковые грани заточены также под большим углом, иначе такой большой шаг резать не будет. С помощью шаблона выставляю резец строго под 90 градусов к заготовке. Слегка касаюсь при вращении. Выставляю лимб поперечной подачи на ноль. Заглубляюсь по лимбу на пару десяток и можно начинать. Сдвигаем лимб малой продольной подачи на 4 миллиметра. И начинаем резать второй виток. Такую операцию нужно повторить 10 раз. И у нас будет нарезана левая резьба. Потом нужно сделать в другую сторону и нарезать правую резьбу. Тоже 10 заходов. Те кто внимательные увидели, что резец опять изменился, я его опять сломал. И опять из-за невнимательности. Потому что даже если я лишнюю десятку даю, из-за заточки специфической пластина практически не имеет никакой жесткости и просто ломается. Еще раз я его переделал. Уже нарезал 6 витков. И теперь делаю еще аккуратнее, заглубляясь еще меньше. В общем такие дела. Но работа продолжается уже скоро-скоро. Хочу вам показать наглядно из-за чего я ошибаюсь. Когда режешь внутреннюю резьбу, лимб поперечной подачи не совсем для этого предназначен. Резец нужно заглублять в эту сторону и, допустим, добавляем одну десятку, потом возвращаем, добавляем две десятки. А цифра, видите, какая 2,8. Очень трудно так считать. Затем три десятки, возвращаем четыре десятки и так далее. Из-за этого иногда в голове происходит путаница, если не считаешь, если не контролируешь. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 миллиметр, а тут 2, как вы видите. Вот из-за этого происходит иногда путаница в голове. Но когда особенно много и часто режешь, иногда на автоматизме происходят ошибки. В общем обязательно нужно контролировать и себя перепроверять и не спешить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Твоя уверенная третья рука. Ты пришел за третьей рукой? Да. Одна резьба готова. Левую я нарезал. Сейчас протестируем, закручивается или болт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, левая резьба у нас готова. Смотрим, проверяем в других положениях, как закручивается. Все везде отлично, все четко, все симметрично. Осталось быстро нарезать правую резьбу и будем все тестировать. Ай, как не терпится уже. Отлично. Один виток я нарезал. Получаются небольшие заусенцы, залазят на левую резьбу. Но ничего страшного, их либо можно убрать механически, вручную. Либо потом в обратную сторону чистовыми проходами быстро пройтись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот почти, друзья, мне осталось не только лишь убрать заусенцы. Будет готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, я вас всех приглашаю посмотреть на историческое событие. Давайте посмотрим, как будет закручиваться самая необычная гайка в мире. Напомню, здесь 10-ти заходная резьба. Двунаправленная, сразу и левая и правая. И такой же необычный болт, который пока в мире в единственном экземпляре. Кстати, нужно быть очень аккуратным. Потому что, как писали в комментариях, временной континуум может сдвинуться. Либо просто зависнет матрица. Ладно, была не была. Как вы думаете, что будет происходить? Давайте для начала посмотрим, просто как он закручивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, даже затягивается. Пробуем открутить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все работает. А в другую сторону? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть, просто отлично. И туда и сюда все прекрасно закручивается и откручивается. Так, а теперь попробуем один фокус. Закручиваем. И в ту же сторону откручиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь видели вообще такое? Что-то мой мозг уже кипит. И то же самое давайте попробуем в другую сторону. В левую. Закручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И откручиваем. Естественно, в эту же сторону. В левую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как ваш мозг? Не кипит еще от такого? Я в шоке. смотрите что я сделаю теперь. Закручено. Попробую побыстрее. Ебой! Вот это болт! Естественно и гайка мое почтение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как вам сегодняшний эксперимент? Мозг немного плавился, но матрица не зависла. Очень интересно было посмотреть что получится. Теперь можно с точностью сказать что у нас полный комплект и такого комплекта нету больше нигде в мире. По крайней мере сейчас. Может кто-нибудь повторит. Это будет тоже очень круто. У меня на сегодня все. Спасибо вам огромное за просмотр. Поддержите лайком. Пусть все это увидят как можно больше людей. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok